В этом году уличный фестиваль «Контур-Ц», «Контур-В» в Ульянске проходит второй раз. В город на Волге съехались художники из разных регионов страны и Казахстана. Холстами для картин стали фасады многоэтажек. Целью фестиваля является создание альтернативной культурной среды внутри города. Семь художников, семь муралов, которые расписывают по всему городу. И некоторые горожане могут наблюдать, как преображаются фасады из окна своего дома. Для росписи выбраны разные здания. Так, фасад колледжа на Московском шоссе 82 стал холстом для работы Диониса Тека. Художника привлекает огненная стихия, а его работы основаны на исследовании движения энергии в природе, человеке и существах. При помощи плавных градиентов и эффектов свечения художник создает сложные, завораживающие своей красотой образы. Мурал завершен, и горожане уже могут увидеть конечный результат работы. Вся тематика фестиваля в этом году посвящена промышленному и трудовому наследию города Ульяновска. Мы знаем, что Ульяновск – это город трудовой доблести. И, конечно, труд каждого человека, который строил этот город, который создает сегодняшний день этого города, он отражается через восприятие людей из разных городов, творческих людей из разных городов, отражается в том, как они его видят в своем форме искусства, в своей манере, в своей художественной технике. Члены Союза художников России, автора и руководителя выставочного пространства «Отелье» и творческой площадки «Гутенберг» в Екатеринбурге Кирилла Бородина на фесте мы поймали прямо во время покраса по адресу улицы Ефремова, дом 55. Это здание средней школы номер 12. Кирилла можно назвать художником с мировым именем. Его живописные работы хранятся в частных и музейных коллекциях не только России, но также и Европы, Азии и США. У него большой опыт станковой живописи. Но, по словам самого художника, ему захотелось потешить свое самолюбие и увеличить в размере своей работы до масштаба зданий. Второй год, как сказал Кирилл, он ездит по стенкам. Моя работа – это некий ответ работы в Екатеринбурге. Там я сделал автопортрет с гусем. Здесь я сделал такую девушку с курицей. На самом деле сюжет банальный, о любви к природе. Потому что тема фестиваля заявлена как промышленный город. И несмотря на то, что мы все стали такие суперпромышленные, техногенные, нужно не забывать о истоках, любить природу. Самый большой мурал расписывается на Александра Невского 2Б, корпус 5. Это большое 11-этажное жилое здание. Тема настенной картины – спасение жизни. В данном случае партнерами фестиваля выступила МЧС. Автором мурала является Вячеслав Мов, самый опытный из участников фестиваля. Он оживляет улицы своими граффити и муралами уже 23 года. Художник любит рисовать фантастический сюжет, наполненный тематическими паттернами, абстракцией и фотореализмом. К слову сказать, Вячеслав Мов тоже живописец. Кроме того, он еще и иллюстратор. Также муралы появятся по адресам улицы Нахимова, 13, улицы Шевченко, 101, а также на стенах зданий детской школы искусств номер 8 на врача Сурова, 13 и в гаражном кооперативе на Среднем Венце по улице Средний Венец, 21. Закрытие стрит-арт-фестиваля состоится 22 июля, но некоторые художники продолжат расписывать свои работы до конца июля.